всем привет короче сейчас будут готовить закуску из лаваша с ветчиной сыром на сковородке и к ней приготовлю соус типа а-ля ранч с цедрой лайма и добавлю еще сока лайма в общем будет вкусно быстро погнали так на первом этапе нужно подготовить самого он у нас такой вот большой а нам так сказать это все не надо его нужно будет нарезать полосками вот примерно вот такой вот ширины утилизировал все нарезали на полоски сейчас быстренько готовим начинку для этого мне нужно сыр моцарелла можно любой сыр который в принципе у вас есть вот натираем далее берем ветчину куриную и мелко и нарезаем мелко а потом вот так теперь к сыру сюда немножко можно добавить буквально одну ложку майонеза чтобы это было проще перемешать немножко добавлю рубленой свежей кинзы не любите кинзу добавьте петрушку добавьте лук зеленый укроп все что хотите соль не добавляю потому что ветчина соленая майонез соленый и сыр соленый для этого вполне хватит по специям и все перемешиваем все вот такая вот начинка идеальная эту начинку можно использовать на блинчики на пирожки на пиццу закрытая хачапури можно взять в общем в принципе база одна а блюда разные как мы делаем берем полоску выкладываем на нее начинку примерно примерно столько и начинаем складываем ничего страшно если по края начнут вылазить мы все равно со всех сторон полностью и завернем. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Все, у нас теперь со всех сторон полностью все закрыто. Проворачиваем еще вот так, и остается последняя полоска, в которой мы разрезаем треугольничек, точнее, отрезаем треугольник, и вот туда вовнутрь засовываем и чуть-чуть прижимаем. Все, вот у нас такой вот закрытый треугольничек из лаваша с сыром, ветчиной. Сейчас мы быстренько делаем их много и жарим в сковородке. Так, треугольнички готовы, наливаем маслице вот так, чтобы все дно сковородки было заполнено. Вот, целая миска получилась, вот таких вот крутых ништяков. Сейчас разогреется, и будем жарить с двух сторон, чтобы красивый припек был, и в центре начинка сыр начал топиться, и было очень вкусно. Чувствую, братан, пахнет жарим. Короче, масло раскалилось, и мы теперь кладем той стороной, где мы, так сказать, засовывали этот последний обрезанный кусочек, чтобы он не выскочил, и прижимаем. Все. Только потом обязательно скидываем мощность плиты на минималку, потому что, что, масло у нас уже раскалилось, а лаваш имеет свойство быстро гореть, а этого нам не надо, нам надо, чтобы он жарился, и центр прогревался, и сыр наш начинал плавиться. Вот, что нам нужно. Короче, все. Я сходил за щипцами, и сейчас мы начнем переворачивать. Аккуратненько. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как красиво, да? Ну, красота же. К любому столу, на любую компанию. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Переворачиваем потом еще раз на вторую сторону, чтобы еще раз со второй стороны по возможности прогрелась до центра. Внутри сыр, ветчина, Тамара. Представляете, как это будет вкусно. Там мы раскрываем, там такая начинка растекается. Как мы все готовы еще? Будем пробовать. Людям готовлю. Тамара, я же повар. Все для людей. Ой-ой. Так. Снимаем первую партию. И сейчас будем дожаривать остальное. Ой, они же хрустящие сейчас будут. Можно сейчас, вот пока они все в масле, посыпать их немножко солью, паприкой или чесноком, там, сушеным, молотым, или перчиком. В общем, это будет прям вкусно. Все, быстренько дожариваем остальное. Причем пробовать. Будем сейчас всем давать пробовать. Надо же затестить. Хочу я что рассказать. Надо еще соус. Я же говорил, что будем делать соус. Немного майонеза, немного греческого йогурта без добавок. Рубленный зеленый свежий лук. Чуть-чуть кинзы. Сок лайма и цедра лайма. И это будет бомба, взрыв. Сейчас я по-быстрому сделаю соус. У меня остался майонез. Берем немного йогурта. Ну, примерно один к одному. Нам многого не надо. Там буквально просто макнул и кушай. Все, немножко перемешали. Добавим немного свежей кинзы. Не любите кинзу, не добавляйте. Можете добавить свежий базилий. Кругленный. Это будет тоже очень вкусно. Немножечко лучка. Остринки добавить. Далее Берем цедру. Цедра освежит вкус и делает его ярче. И чуть-чуть сока. Все перемешиваем. Этот соус к блинчикам, к шавухе, к шашлыкам. Да вообще, к чему угодно. Готовьте. Нужно еще типа красиво подать, да, чтобы это было удобно кушать еще. Берем вот так вот наш соус в центр. Прямо до краев. Ой, красота. И по кругу, вот так вот аккуратненько, будем выкладывать наши треугольнички. Они еще пока падают, но когда их будет много, падать они не должны. кинзы. Ну, все, сейчас остальные дожарим и выложим так же. В конце у вас остается чуть-чуть свежей кинзы просто для декора, чтобы красивенько это смотрелось у вас на столе, чтобы все ваши пришедшие к вам друзья сказали такие, вау, ты из обычных простых продуктов сделал такую красоту. И они такие прям все в восторге. Это все очень вкусно. Вот такая же реакция у тебя будет, Слава, когда ты это увидишь? Конечно. Прям вот искренность, чувствуется искренность. Одну берем, просто при вас ломаем. Да, все, сыр внутри доспавился. Вот так вот, хоп. Хрустит просто бомбически. Ну, на вкус я даже говорить не буду. Готовьте, рады все вкусной едой. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, колокольчик, вот там сбоку он должен быть, на канале в шапке. И готовьте вместе со мной. Всем пока.